Здравствуйте, друзья! Я рад вас всех видеть в фонтанном доме. У нас сегодня творческий вечер от поэта Александра Ститана. Но на самом деле, когда я говорю поэт, я не вполне точен. Здесь стоит сказать, что у нас сегодня в рамках вечера идет разговор сразу о двух книгах. И это о поэтическом уровне контоминации. И это о книге, которая вышла только в 2022 году, которая называется «Дитрам». Это горник, созданный в фейсбук-записи Александра Ститана за последние восемь лет, кажется, да? Восемь лет. И честно вам скажу, на самом деле, мне обижайтесь, Александр, но мне понравилось бы, если бы горник в фейсбук-записи тоже было бы назвали «контоминацией». Потому что удивительным образом «контоминация» лучше всего описывает, собственно, творческий подход, мне кажется, автора. И вот в поэтическом сборнике, я вот сейчас о нем скажу, это прямо чувствуется. Какой текст ни возьми, он весь строится, собственно, вот на этой самой «контоминацией». Контоминация, и в первую очередь, как кажется, контоминация разных времен. В текстах оживает, начиная от фольклора, через золотой вековский поэзи, и прямо внедряются в этот самый какой-то классический пласт какие-то новые совершенно вот какие-то, такие почти вдумавения и языка, и чувства, и мысли. И для того, чтобы это как-то показать, я позволю себе буквально прочитать одно стихотворение, я думаю, что вы по нему уже все поймете. А минула няшечка-тушечка, плын движущую, чему отпущенная, спринтила что-ли перечать от винта, досягать из консервов плымя перспективы обратно. «Ах, козлёнычек, не бил бы ты из лужицы, так и я не стал бы ижицей, строго в эти спица, ножом скрытая, такого же беженца». Вот даже в этом стихотворении вы могли услышать, как буквально все времена контоминируют и складываются в один какой-то совершенно неповторимый, ну в негре это, наверное, не хорошее слово, все-таки это не салат, но какой-то неповторимый текст. Действительно очень… И вот знаете, у меня вот последняя неделя прошла с этой книжкой, и каждый вечер, я её открываю, занимался буквально тем, что каждый срочно пытался разгадать, как так получилось, что она здесь в стихотворении, то есть откуда она, на что она похожа, к чему отсылает. И я уверен, что сегодня в годе вечера мы вот к этой особенности ещё обязательно вернёмся, и вы тоже услышите, как в текстах Александра Скидана буквально сплетается, ну, многовековая история вот русской поэтии. Вот, спасибо. Передаю слово Игорю Болотовскому, который созданный будет вести сегодняшний вечер. Ну, тоже прекрасно он известный поэт. Спасибо. Здравствуйте. Саша, ты слышишь меня? Да? А, у вас очень. Да. Большое спасибо тебе за то, что ты предложил мне открыть, вести этот вечер. И спасибо тебе за то, что ты решил всё его внести, и устроить это собрание друзей оставлю судьбой. Вот. Я попытался помыливать кое-какие мысли, связанные с Сашиной, текстами последнего времени и, так сказать, моими переживаниями, надеюсь, общими. из-за того, чтобы им не путать, буду подглядывать и прочитать. Возможно, всех нас не должно здесь быть. Возможно, нас здесь и нет. Возможно, мы, да, возможно, мы есть, но только по старой привычке считать литейную часть местом нашей политической социализации, местом сообщества живых и мёртвых проэтов. И неважно, мёртвые мы или живые, есть мои линии. Много лет назад, после моего чтения здесь, в музее Ахматово, там, в сарае, Саша, в страны, что вообще был ухоперед, сказал, что язык моих тогдашних стихов уже не язык, а какая-то дедушка языка. Но это же лирика, лирика почему-то ответил ей. И ещё через несколько лет в предложении к Сашину Ульзборному на бродизиепта я с удовольствием обнаружил одно грустишее, удивительную такую медитативную пару ветошкого языка и вся недолго. С тех пор такого рода Сашины темские, напоминающие экспромты, короткие и краткие, виды разные характеристики, я про себя их называю ретушками. Из них в основном составлена контаминация, их было много и после контаминации. В них дана метрость поэтического языка, речи, письма. и в смысле его использованности, и в смысле его уязвенности, уязвенности. Как бы мы не укрепляли, читая, обновляли политический язык, синтаксический, аналитический, философский, политический, ассоциативный, документальный и так далее, и так далее, он, этот язык, прежде всего, ветвь, в своем предельном состоянии, перед лицом фотостопа, перед лицом того поздно, которое, я посчитал, 24 раза повторяется в совершенно детстве написанном 1 марта 1922 года. после начала войны многие работающие поэтический язык стали говорить и до сих пор говорят о том, что слова умерли, убиты и так далее. Но умерли, разумеется, не слова, умер синтаксис, там, где он должен, конечно, и в войне умер там, где он был мертв. Симпенсис умер, как залог удовольствия. Все слова, будто бы, стали падать строго вниз, без уклонения, без оплодотворяющего, творящего клинания. Каждое слово стало патологией самого себя. отсюда возможно, скажем, возможно, скорее всего, особый вес автологии, полинемии, аммонемии сашевых стихов после 24 февраля. В первом финтексте контаминации есть двойная, мне кажется, отсылка идёт где-то в рюкзачке. Это отсылка, соответственно, с одной стороны к поручению Кузьмина, а с другой возможно к бодринскому аркоповой сумке, спичке и табах с юридинских остальных. Но меня интересует первое. Саша цитирует поручение Кузьмина уже вскоре красных смещений и Гёрт, и Гёрт, и конечно. если отмечу от биографического контекста поручение Кузьмина 1622 года 100 лет, пожалуйста, о связи павтологии и ужасов. Там, если кто-то помнит, две Тамары. Тамара Красавина и Тамара Персец, Петербургская издательница Кузьмина. Обе уже живут в Германии и Кузьмин напутствует странника на естественных. И если первая Тамара старая добрая знакомая, которая может запросто рассказать о безбыдной послевоенной жизни, то вторая Тамара это бездна, на нее нельзя смотреть. Но если ты поедешь дальше и встретишь другую Тамару, сдрогни, сдрогни, странник, и закрой свое лицо руками, чтобы тебе не умереть на месте. Такова функция тавтологии в последних Сашевых стихах, стихах последнего времени, последних времен. Я назвал это оплодотворением ужаса. Это своего рода речевые фрикции в надежде вызвать минимальное подергивание отклонения сигнала осциллова. познания строчков презентация 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 публикации нормализация нормализация видео невидимо маля влюбл закройте Yorker Небос Закройте йоганное небо, H2O, H2O, которая была вначале, которая была вначале, накрой йоганную землю, накрой йоганную стыд. Можно представить себе, что каждый первый элемент в автологии произносит солист, а второй элемент в автологии, вот он, хору, тому, кто, как известно, гибнет и гибнет настоящей трагедии. И вот тогда ужас раздражается, как специально, мне точно цитирует Саша, исследование ужаса Липавского, он управляет себя, раздражается не ужас, а зрубит. И тогда ужас как бы разрождается. То, с чем мы имеем дело в последнем периоде, Саша, это даже неприсловутая решетка речи. Это ребра речи, это поэтическая речь, обглённая до костей. Торчащики спадали, фактически. Испадали говорящего шпиента. Падре, да? Словенина. Словенина, как пугающее переводит этот неологизм. Лакану Александра Черноглаза. У Саши этот субъект сводится, превращается, вот, в супчиком. И вот я думаю, что это та непреклядность, которая лежит в основе бога большого поэтического языка. Это его основа, истончённая, истёртая, режетая, пережёванная, использованная до ветоши. Поэт это прям как половая, а думаешь, что рано живая. Этим стихам, по большому счёту, нечего терять, кроме молчания. Их почти что может не быть. И поэтому не может не быть. Это стыдная, замаранная, трегерированная, замусоренная, ссорная, внутренняя речь, утептуальная. Такая вот музыка. Мы знаем стихи, которые растут из ссоры. Но есть стихи, которые дают себе дружество, совесть и страх расти в больших ссорах. Мы знаем, какая традиция актуализируется здесь. Это традиция бедности языка, традиция словесного членчества. А Саша, как мне кажется, всегда был по-своему призыв. В принципе, это традиция в смысле поэтики, фрагментарности, фрагментированности. А теперь он полностью в неё укладывается, как его парафраз, стихотворение Яна Сокуновского, который, в свою очередь, иронически меняет модальность пушкинского бражуря Абдура Реджуна с уступительным, напокрасительным, и таким образом впускает текст Пушкина в быт советского литературного членца. Как говорится, брожу я в грубе сшумных, брожу, почему не побродить, сижу, крысью души безумных, сижу, мы предпочитаем сидеть. Саша, хочу ли я культурных потреблений, хочу, от чего же не хотеть, хочу ли я потрясений, хочу, но предпочитаю не хотеть. Это традиция, полагающая поэтическое знание не в словах, из которых ни одно не лучше другого, а в пустоте между словами и вокруг них. Это традиция, пародирующая абсолютное знание. Традиция, по сути, бесстыдная, выходящая, не спросясь, в теснокуске подворного ряда и выходящая, пусть пушкинской песни, в бездну на краю, но в качестве бычка от него ворота. В бездну ты кончаешься, и что ты не кончаешься. Это традиция, для которой нет особой разницы между любимым дурминовским и хадегиновским, но что остается, то очередят поэты, и ханцинским, скажу вам грозным, лишь мы одни поэты знаем, не и когда бы. Я бы назвал это традицией остаточного наслаждения, как гарантия от смерти, как способ сохранить себя, как способ продолжать. Чтобы писать, нужно писать. В духе мертвого господина Веденского, которого Саша оживляет с помощью русских стихов в ремке. Бегает мертвый господин, он так один, он и хотел бы время удалить, и вот приходится убегать и снова жить. Заканчивая, возвращаясь к своей давней наивной мерплике, но это же «Верико-Верико», я вижу в этой традиции, залог того, что сформулировали Саши предельно ясно и цинично. Поэзия и ребенческие сны вернутся к нам не ссы. Спасибо. Я сейчас оставляю слово Сашину прочитать стихи написанные после конкулинации, а потом мы продолжим. Спасибо. Спасибо. Спасибо за это расширенное зрение, очень детализированное. Вообще, мне кажется, сегодня важен очень разговор, даже не собственно стихии, точнее и стихии, но как разговор. Для меня, по крайней мере, это всегда было важно, как разговор с близкими, и с ушедшими близкими, тем более. Тлящийся, тлящийся разговор. Они не ответили диалог, но все время какая-то адресация присутствует. Поэтому я вот попросил Игоря вести сегодняшний вечер, потому что мне издавна, действительно, как он вспомнил сегодня, очень точно, близка, вот эта близость к языку, как к ветошке истирающейся, истирающейся последней вот эти наши постсоветские времена, которые вдруг оказываются уже и не постсоветскими, а просто последними. вот, и поэтому я очень признателен в музее Анны Андреевны Ахматовой за предложение этот вечер сделать. Я, честно говоря, сомневался, потому что еще в мае, в начале мая, когда это предложили Татьяне Позняковой поступило, я был немножко в растерянности, не знал, насколько вообще это уместно читать стихи. Но вот как разговор, я и сейчас думаю, да, что здесь есть какая-то проблема камень претновения, это мучительно, но как разговор, который подбирает тональность этой политической адресации к мертвым, к близким или к далеким близким. Это, наверное, уместно всегда в самые скорбные, в самые страшные, в самые жуткие времена. Поэтому я думаю, что мы должны эту неуместность всякий раз, вообще поэтическая речь неуместна, но мы же ее преодолеваем, то есть это когда преодолеваем. Поэтому я в свою очередь пригласил своих коллег, друзей, близких мне по-разному в своей тоже поэзии, поэтикой на доголосье Александру Цыпулю, Станиславу Могилеву и Сергея Финогина помочь мне в этом разговоре, поддержать этот разговор. и они во второй части сегодняшнего вечера тоже будут говорить, и мы что-то прочитаем из контоминации. Я им предложу просто что-то выбрать и прокомментировать из контоминации. Я не знаю, что. Вот. А я сейчас перед этим прочитаю совсем последние вещи, последних полутора лет, написанные после контоминации. То есть это начиная с осени 2020 года. Сегодня, как ни странно, такое совпадение. Вот я, Татьяна Пивнякова, спросил, насколько это совпадение. Ровно 50 лет назад, в 1972 году, 4 июня, Бродский сел в самолет, который его унес навсегда с этих переговоров. В 90-е годы, когда я стал здесь, в музее Ахматовой завсегда, и приходил на разные вернисажи, и на поэтические фестивали, и на великолепные фестивали открытия поэзии, которые Вася Кондратев устроил походу на ближайший герой. Я никогда не мог подумать о том, что это для ата может стать опять такой болезненной и опять такой значной. Не мог никогда поверить, а вот я думать об этом забыл, а сегодня приходится об этом вспоминать. Вот такой юбилей. встретил мальчика и маму в кафе, сидели, фотографировали друг друга, и я фотографировал лет сорок назад. Проявка и печаль занимают время, под проценты, которые не отдать. Море волнуется раз на дальнем пламя и мать не в фокусе. Я прошел мертвый душ до артикли подрастерял крепостец мой еленский предавит, но стоит на стрёме чичкам, все сцепочки у него на ща, ща, тройка, рысь, орешек, гурзур, предлоги объединят. О, полюби перемену между русишем и матешей, и тебя я потешу, и кранцу прильну, и в годовальном стыда провожу колготы с начёсом, и выйдут за тебя худова, и за тебя предел стойкости, когда стенка на стенку в запревшие ангелы и каждый русиш прекрасен. В памяти Владимира Эрлева На линии какой, какого острова скажу тебе прощай, как хороши, как свежи были астры, и хоризонтемы, и конечные вели, и гроб столь основательно завинчены, что никакой стране не разомкнуть. Теперь ты сам свой одинокий рай, где точки не соединяют линии, лежишь, как бы кремнистый путь, и до любви ещё три ночи отстоять. скажи, скажи, что тебе снилось, скажи, да всю правду расскажи, пятого, десятого, нам тебя, тебя, и цепь второго П прорвата, и кровью залита, что твоя вата. У меня мальчишник одинокий, одинокий, где же ты гуляешь, мой товарищ, паяльник, валаоки, валаоки never more, последнее колечко мира, которое ещё не раз, которое уже без нас. Как хорошо ходить среди людей и притворяться Георгием Рулином и обыгрении митического желания повествовать. Здесь башня над рекой стоит, и грифит баш на баш и всегда отдышка с прорезью с прорезью в него глаз. 4 ноября 20-го года только вымоешь посуду, никто не помнит ничего, хвала тебе никто. И опять приходят всякие, никто не помнит ничего, хвала тебе никто. Ты дед пихто, ты помощь неотложная, тринадцать тысяч выезд сложная, хвала тебе нерукотворная посуда до страшного суда, вы туда, а мы оттуда, в самое вот, самое сюда. 20 ноября 2020 года разбитые пиксели дефлорации в социальных сетях, водозапорниках, гуманитарных исследований, где труп гендерной теории всплыл, подобно фалангам Шиле, вступающего в шоу, увеличенного растром, со стринцовкой наперевес, в членистоногом Мариоле Татерном, разложенном спектрально на сколы прагматики в гитиках агнитивного зла, антидепрессанты радиального нейроатласа разделки перевязочных пунктов туши, проволочной аркспейс и подмышек киоты окисленные ближе к бритве точно под под наркозом спаленный с капельницами суицидальными выпрямляется брак за третий день и отваливается перерубленный провод октоплазм странноприимный в позвоночнике камня и ты вводишь пароль следующее стихотворение это декабрь 20-го года оно посвящено фильму это эдик об Эдуарде Куспенском знаменитом детском писателе авторе знаменитых фильмов и так далее там наших культовых из нашего советского детства проходил гену и так далее вот а фильм показывает совершенно другой стороны как жуткого то есть он начинается довольно объективно воздает по заслугу а потом раскрываются какие-то страшные стороны этого уже не человека не автора а именно человека безумного совершенно вот его сын выступил с попыткой закрыть премию имени Эдуарда Успенского но не преуспел в этом да потому что ну они его дети расскажут он сделал тонкий страшный история и вот я посмотрел этот фильм и он меня просто выбил пробки вот это тоже декабрь 20-го года Смотрел фильм, это Эдик. Смотрел фильм, это я, Эдик. Смотрел фильм, это я. Смотрел, это я. Смотрел, это я, Эдик, Эдичка, Александр Скидан, Сашечка, Сашечка Скидан, Димочка, Димочка Кузьмин, Кирочка Корчагин. У меня был друг в детском саду, его звали Кирочка. Кирочка Дэн, это я, Эф-письмо, это я, Эф-письмо, это письмо, это фильм, это я. Боги делают меня слабым, когда хотят убить, типа любят. И я их люблю. Ну, это такая, в частности, двойчатка к этому, тоже декабрь 2020 года. Наставить на своем желании, говорит доктор Эл, идти в своем желании до конца, и будет вам желание, будет субъект, будет антигона. И Жанна Дарк, и Зоя Космодемьянская. Больше всего мне нравится его сжеванная сигара, переломанная, как греческая сигма. Точнее, как он ее жует во время допроса Артол. Как он жует Диану Кочубей, Сильвию Батай, как он жует Клинипус Аль-Петриэр. Как он жует, чтобы идти в желании до конца. У этого желания идти до конца должно быть другое желание. Что-то вроде двигателя внутреннего сгорания внутри машины. Что-то вроде призрака отца. Я пил из имени отца за правду на земле. У призрака нет имени, а у Зои есть. Дальше уже идет 21-й год, это февраль. Какие техники в том смертном сне приснятся строка, приснившаяся в ту ночь, техника номер один об водке, который-то обучал меня в тусусном садике, и я решил продолжить ее, как решают, снова заснуть. Но сначала надо было отстоять очередь в пивной ларек, но углу Марата и Зенегородский. Ты разрешал мне спнуть пену, это были парашютисты, десант Петрашевцев, теплая тельца на губах, если пиво было с подогревом зимой. Но какой футбол в снежных сугробах, с мешковиной на голове. Вторая техника, техника толкования сновидений, когда везут на родовольцев по Николаевской, как в нетерпении Трифонова. Простоволосых на Семеновский плац, где будет ипподром Бенуа, который разбил на дровах блокады. Третья техника, вопрос о технике Хайдегера, о коммутаторе в загробное царство, превращающем абонитовый диск во врата закона. Четвертая, о кондитерской фабрике, стена к стене с детским садом, снесенной по закону о подрицательных числах, в виноцветное море имени-имени, похожее на слово техника, похожее на слово истр, похожее на слово исток, о котором ты ничего не сказал, когда покров земного чувства был снят. Четвертый февраля 1921 года. Когда Липавский пишет «Ужас раздражается, ужас раздражается». Он пишет это на Ганчевской улице. И ты напиши свой комментарий, пока не в сети. Ганчевская улица стоит вертикально, как снег. Как строка «Ужас раздражается» в исследовании ужаса. Поправь в своем комментарии. Раздражается не ужас, а взрыв. 17 марта 1921 года. Это видят доступно всем. Пиздавлякала я, пиздавлякала я, пиздавлякала я, пиздавлякала я, что люблю. Да не так и пиздавлякала я, пиздавлякала ты, мой зероглазый король. 27 апреля 1921 года. Надо бы вернуть лирического субъекта этого того супчика, вернуть с улицы дизьекта новоевропейской в пункт досмотра кто кого. Там и паспорт выдам, и прописку, не кручимся и не хмурь, чего? Ты же человек, и я же таких же под подписку. Афилов? 9 мая 1921 года. Почему ты именно в жаркий солнечный день так явственно близко чувствуешь смерть? Точнее, что и день этот, и двор-колодец на дне зрачка прекрасно могут обойтись без тебя. Им достаточно зной, и о складах достаточно плоящихся крыш. Зимой даже блюд и холод совсем не бывают такого чувства. Мороз мобилизует красную водку сообщающихся сосудов. Осень собирает испальцованное желание жить. А летнее ровное полуденное солнце оглушает непричастность. Что-то вроде обморок в постороннем, когда выстрел летит не в тебя, а из. И это странно, но еще страннее, что некого и нечего оплакивать. Мать умерла в первом предложении. Еще это называется миг самой короткой тени. Саму. Чаепитие в Сахаре. Пол-болус. И мертвая слюна любовника в ушной раковине сна. Хочу ли я культурных потреблений? Хочу. Отчего же не хотеть? Хочу ли мира потрясений? Хочу, но предпочитаю не хотеть. Дети, родители, острых ангроз, догорание, то, сё, а не вот это вот всё. 29 июля 2021 года. Как сладко умереть в 17 лет у будки телефонной, когда и штопор, и консервный нож, пальто тщедушно расстегнут и стало номер набирать в нежнейших кнопочках, запутавшись. В тот переулке, где котельная и газировка прызжет, пока ты оседаешь, стаканчик пластиковый. Пин-код, что ли, совсем не помнишь? Квёлый, что ли? И, кажется, выходишь из шинели весь на колокольню. 18 августа, 21 года. Однажды отец повёз меня в Пушкин, в город Пушкин, погулять в парк. До парка мы не дошли, мы зашли в гости к Бычку, в Сталинский дом недалеко от вокзала. Почему в Сталинский? Не знаю, он и сейчас в Сталинске. И Бычок достал водку и включил магнитофон. Было рано, часов 12, или, может быть, 2 часа дня, воскресенье, мне было лет 5. Он вернулся из армии и поступил на философский факультет. То ли фамилия у него была, Быков, то ли он просто был похож на Бычка, такой коренастый, невысокого роста, гимнастёрки и семейных трусов. «Вы лучше лес рубите на грибы», – пел магнитофон. Потом я его ещё встречал несколько раз на Маратах, но из университета ему пришлось уйти, и они с отцом долго не виделись. Я сидел за столом и пил чай, а они подпевали и закрывали лицо руками. До парка в тот день мы не дошли. В электричке отец сказал, чтобы я не говорил маме, что весь день мы провели у Бычка, что не пошли в парк. 24 ноября, 21 года. Я по Сержинской пошёл, дом Веденского нашёл. Рядом улица Веденская съезжает, где, когда. И одна коляска детская, без дна. 4 декабря, 21 года памяти Софии Канел. Девушку отпевали с церковным хором, на мокром месте пыли в глаза, и каждый думал, какого хера она ушла в тёмную ночь. И всем казалось, чья-то невеста вся в белом ждёт жениха, тоже в белом одинокий несётся, несётся на всех парусах. И тогда Смоленко несморкнув, посмотрел в живые, неживые снега, а могли бы быть совсем наживые, почти что быть. И вот, наступает 22-й год, это январь. Журнал «Сеанс» предложил мне написать пистолетию Пьеры Павлову Позоления о каком-то из его фильмов. Но я свалился с «Омикроном» и ничего не смог написать, хотя пересмотрел половину его фильмов. И, наконец-то, прочитал его совсем раннюю прозу. Я думаю, что без этой ранней прозы вообще ничего не понятно в Позолении, на самом деле. И в отличие от стихов и некоторых сценариев, проза с переводом на русский, то есть слово гораздо больше. Это такая пустинянская совершенно невероятная подчувственность по Плотскому какому-то Марилу летней Италии, зноя детства, вот это познание себя под ребенком. Совершенно невероятная проза. Так что никакой статьи я не написал, может быть, и хорошо, а в одном написал два стишка, посвящается Позолению. Пришла мысль написать поэму о Позолении и назвать ее «Нефть». «Нефть» будет состоять из трех частей. 1974-й, тетради Грамша, Зала. И вот Зала с прочерком, как говорит Кереда в переводе Лапицкого. Но нужно ли стоять у праха, как стоят у чужой могилы, могилы Грамша? Первая, вторая и третья часть. Прочерк. Зала. Поэма написана. Теорема доказана. Гвости, мазутные пятна, солярный миф и аграрно-промышленный комплекс совокупляются в бесклассовой мотне брюк. Эдип, припухшая ножка, подкидыш, между коринфом и филами, Встретишь токурносую пифию, стярой волчцах, Овечьим сыром давящуюся, обхохочешься. Ни слова не разобрать. На дорогах проселочных, кружась пугалом, Кулаки смрадные к глазам прижимая, Словно пародируя абсолютное знание, Блаженны подкидыши, ибо наследуют царство. Царь жабый, прыгнувший в толкование сновидений, И то правда, оракул в дельфах не говорит и не скрывает, А изъясняется формулами «Встретишь колесницу отца И четырех стражников, чем ни жребий, Калечь его ноги, слоплю, дел когтисты, И выплю сыр изо рта». Чуть более ранее стиховарения, Они как бы немножко выбивают С этой логики предшествующей, Но я не хочу туда, Потому что они по поскольку важны тоже. На разъезжей ноженьке разъедутся, На ямской копытце заскользит, Что-то душенькое тебе не можется, Мачта гнется и скрипит, Берышко еще вчера очиненное, В рот набравшее чернёк. Я отводил тебя под белые ручники, Да всю пропись зачернел, Не шатайся по пожарным противням, Не смотри в межреберный пролет, Твои юбочки хитиновые Добрый дядя подберет. Павел Филонов Лёг примерить примизнул, Руки на груди сложил, Тризну цезарей обглотанных, Баракозю обмывал, Свой паёгом отгрузил, Юноша богатый гол, Сокровенный коммунист, Распотрошенной карповкой взошел, Прощай, ледащий клещ зимы, Ума престолы, Ввинченные в зум Расширенного зрения, Ступнями в мировой затакт. Ну, это вот, да, Это ковидные тексты. Ем с ковидлой бутерброд, И еще один на мажу, Слетайтесь в котлую своей, Ваш зуб меня не имет, Чу, слышу, дольний зуб, Под лопатками и ниже, То лёвики, как мангофьера, Шар меня на пристань волокут. Туда, где речка волокуша, Кладбище Волково поит, Напишет прозвище, Редактор, критик, перевозчик. Чик-чик-чик. Ну, и снова возвращаемся в 22-й год, Уже это совсем немножко стихотворений. Вот, первое, написано 19 февраля 22-го года. В разгар манёвров и манёвров, Медиальный золотой манёвров. Хотят ли пашин и полей, Но не хотим, чтобы опять Не только за свою страну Под шерест листьев и афиш На землю грустную свою, И вы тогда понять должны Не только за свою страну На землю грустную свою, Но не хотим, чтобы опять И вы тогда понять должны Хотят ли пашин и полей Под шерест листьев и афиш Пусть вам ответят ваши сны И пусть вам скажут их сны И чтобы люди всей земли На землю грустную свою И вы тогда понять должны Ты спишь, Нью-Йорк Ты спишь, Париж Двадцать пятое феврале Русские бомбят Мать городов русских Это у них называется Нравится, не нравится И далее по тексту Такая мою, твою мать Геополитика Гео-мать Архивы земли В царкоме Чернобыля Это не у них Это у нас И далее по тексту Поздно листать новости и фейсбук Поздно писать о личной и коллективной вине Поздно читать Ханну Айленд и Карла Шмидта Влюбленных в Шварцвальд Поздно становиться редко В чрезвычайном положении Поздно стоять на Тройском мосту И смотреть на самый прекрасный город в мире Поздно смотреть на лед Самой прекрасной реки в мире Поздно выходить на лед Самой прекрасной реки в мире И писать на нем Хуй в войне Поздно поднимать и разводить мосты Поздно оплакивать мосты Поздно строить мосты Поздно говорить поздно любимым Поздно их обнимать Поздно переименовывать Троицкий мост В мост имени Троцкого Поздно говорить ни мира, ни войны Поздно говорить Моя бабушка родилась в Полтаве в 1909 году Поздно говорить Ее имя было Требли Вон Требли Поздно говорить, что мой сын Поздно вспоминать 2001 год Валерия по дорогу после вручения Премии Белого в кафе на Литейном И его слова, кого мы выбрали И не просто выбрали, а вот этими вот руками И помогли Глебу Бабловскому и его медиа Поздно говорить блокады Отечественная война Лидия Гинзбург Поздно говорить Я предупреждал в 2003 году Осторожно, религия Осторожно Поздно говорить Геноцид Первая мировая Обратившицы и против империализма Как учили Пакунин, Кропоткин И опарыши в снах Броннам Шурц Когда он шел по улице в Виннице Чтобы выпить саркадий Поздно говорить Расчеловечивание Мобильные крематории Спецоперации Остается говорить Перечитая Антигону Верни нам Наших мертвых Я хочу их оплакать Это раньше Париза Раньше его насилие И закона Закона, как насилие Это сестра Это брат Ставший бездомной могилой И обещанием любви Вот это еще не поздно Может быть Остановить Мобильные крематории Похоронить наших детей Помнишь Читали Ангела Истории Бениамина В 2014 Пиздишь Помнишь Смотрели Ангела Истории Бениамина Пиздишь Помнишь Разбирали Ангела Истории Бениамина На пиксели Пиздишь Помнишь Читали Перенеи Ангела Истории В 1940 Пиздишь Помнишь Он не мог Сложить крылья Пиздишь Помнишь Пиздишь Помнишь В любую Калитку Войдет Мессия Пиздишь Помнишь Георг Тракль Давно В аду В медицинских частях Нехватка Морфия Санитары Пускают Дневники Витгенштейна По кругу Это как шанг Политического Бессознательного Пришлите Свежих газет И последние стихи Райдера Марии Рильке Ими хорошо Апутировать Миноритарный Инцест Вообще Все Восвышенное Весь Иприт Кернских Дымных Громад И Марлевые Повязки Когда Выйдет Мой Посмертный Сборник Стихов Когда Запретят Венскую Оперу Исоциссион Мой Адрес Седьмой Круг Вторая Траншея Четвертый Транш До Востребования Лионский Кредит Варшавская Герта Кавказский Меловой Круг Пишите по-русски Но Латиницы Вы знаете Шифры Презентация Презентация Публикация Публикация Нормализация Нормализация Видео Невидено Маля Мюллер Ман Даст Ман Индульгенция Интеллигенция Аброты Внес Нет Колонизация Деколонизация Кириллица Коллаборация Дождик Дождик Перестань Мы поехали В Ереван ПВО ПВО Закройте Ёбанное Небо Закройте Ёбанное Небо H2O H2O Которая была Вначале Которая была Вначале Накрой Ёбанную Землю Накрой Ёбаный Стыд Концлагерь Строится Как стадион Или гранд Отель С геодезической Разведкой Субподрядчиками С метами Тендером И разумеется Взятками Никто Не навязывает Стиль Все зависит От вашего Воображения Олимпийский Томик Гараж Японский Стиль Метамодернистская Волевая Степень Нулевой Степени Киногении Межгалактическая Капсула На кончике Крепитье Граунтиру Большого Стиля Для струнных Государственной Филармонии Гастролирующей В урановых Шахтах Архитектурное Бюро Называется Ночь и туман Месье Клейн Ночь и туман Месье Фриц Фон Клейн Я этику переводил Бумагу я переводил Еще я мирно перевел Статейку о фашизме А кто-то деньги перевел В протянутую руку Тучи Так мы учились Говорить О голой жизни Чубайс Павловский Павловский Чубайс За спины Каких Ни айс Подтянем Арн Говорил Что это Пророческий текст Шолин Говорил Что это Пророческий текст Аддорна Говорил Что это Пророческий текст Аган Говорил Что это Пророческий текст Фанай Говорил Что это Пророческий текст Я говорил Что это Пророческий текст Нет Не я Полковник Васин Говорил Что это Пророческий текст Сава на пути в Дамаск говорил, что это пророческий текст. Исаак на пути с горы моря говорил, что это пророческий текст. Иов говорил. Ангел истории не говорил. Он смотрел на нож. У одного Андрея был фильм про другого Андрея, Богоносца, и про Никулина до торгой обнуленного. Олово льется слово в слово, как троица, как топорище вруцель. А так да, Богоносец, шут его знает, с выбитыми зубами и дурочка с переулочкой. Золотартынского. Ну и вот я вернулся после месячного периода в Петербург. И вот последние 20 секунд, это уже конец мая. Выходит Адорна и Бениамин. Прилавки подписных изданий ломятся от антифашистской литературы, а ты стоишь один на один с уроком литературы. Урок говорит, отвечай, погасло дневное светило, и были лучезарные вечера, и автора поставили к стенке. А еще урок говорит, молчи, целее будешь, и тонкая струйка мочи течет из лицейской осени. И тебя обнимают одноклассники, сокамерники, палачи. Ну и последнее стихотворение. Ну это, да, скорее шутка, постижка. Вы узнаете, то есть вот это и есть чистая контоминация. Вы узнаете, конечно, из чего. Этот воздух так кулок, так заманчен обман, на томительной грани, не хочу выбирать. И особенно талы, от темна до темна, ни страны, ни по госту, только правда одна. И на стене зловещий ворон пусть кружит, на Васильевский остров собираемся жить. Спасибо. Добрый день, я буду говорить про новые Сашины тексты, проститворение из книги «Контоминация». И в этой связи мне хотелось бы поставить вопрос, не знаю, даст ли ли найти на него ответ, но такое скорее формального плана, в чем корневое отличие текстов, скиданной из «Контоминации» от того, что была популярность в 80-е и позднее, я имею в виду постнотурнические цинтоны, то, что делал Кибиров, Сеон, Некрасов и так далее. Я прочитала три стихотворения из книги, пытаюсь дать с ним какой-то культурологический комментарий, внести их в контекст. А.П. «Рим был утренник, сводила челюсти, и Протский был, как челюсти два, и я умерзал, как мерзали челюстинцы, правильные слова. Гендерное насилие, неравенство, травма, голос другого и бла-бла-бла, и девочки целили из травмата в одной из тел Конторовича». Но изначально я стала интенсивно как-то вглядываться в это стихотворение, когда делала исследования на тему света Бродского в современной поэзии. И сначала мне казалось, что здесь Бродский написан из прописной... Маленькая буква — это просто фигура поэта, какой-то персонаж, имеющий отношение к Италии, и текст начинается с Рима. А Рим традиционно — это некая декорация, театральная площадка, арена истории. Но тут можно вспомнить «Канта 4» из «Ребаунда», где скатается множество мифов, и все начается строками. И мы находимся здесь, здесь, на арене. И там имеется в виду как раз античный Римский архитеатр в Веронии. Но у нас есть здесь и вторая стропа про речь. «Я умерзал, как умерзали челюстницы в правильные слова». «Гендерное насилие», «Неравенство», «Травма», «Голос другого» и бла-бла-бла. И этот текст кидал для меня во многом про новый канцелярит и казенную речь, которая может являться, безусловно, политически грамотной, но при этом формально беспомощной, как любой штамп и языковой хрише. Это чувство, что тобой заблодевают языковые конструкты и одновременно идеологические конструкты против твоей воли, очень понятное для меня, но полуобакуализированное и вещественное время в период жизни, когда я работала как экскурсологом, но произносила каждый день примерно один и тот же текст, и в какой-то момент физического и психического измождения мне казалось, что если я сейчас закрою рот, то речь продолжится сама по себе, как радиопередача. И в этом контексте, возвращаясь к началу стихотворения, Бровский теперь читается как уже не персонажа, как поэтика, ритмический рисунок и язык Бродского, который после его смерти превратился в такой шарман в русской поэзии. Здесь имеется в виду и волна эпигонов, и некая неотвязная, повторяющаяся мелодия, которую копировали, от которой было сложно избавиться. И постепенно этот голос становился чем-то вроде попсы, а образ Бродского превращался в нём из Инстаграма. Бровский был как «Челюсти-два». Здесь и коммерчески успешный сиквел кассовой истории кино и кино-роман, который до сих пор можно найти на полках некоторых муналах, такая голубая книжка. Да, и стихотворение завершается ссылкой на искусствоведа и культуролога Конторовича, автора книги «Два тела короля». И девочки целились травматом, одно из дел Конторовича. Но также написал он книгу о Фридрихе Втором, которая в своё время произвела электрическое воздействие и лежала на прикроватном столике у Гитлера Геббельса. Но тем не менее, сам Конторович был из еврейской интеллигенции. Это такой искусствовед, культуролог, бисексуал, любительница мужчин и женщин. И он ходил в круг, владая Германией, под влиянием Штефана Георгиева находился. Как известно, последний не принял нацизм, нацистскую власть. И позднее его последователи пытались свернуть Гитлера. Но сам Конторович миглировал после «Хрустальной ночи». Так и зачем же он здесь появляется? В его книге «Два тела короля» речь идёт про физическое тело, которое подвержено смерти, болезням, его можно убить. И некое бессмертное, священное, не уязвимое тело, связанное с формулой «Король умер, да здравствует король». То есть после физической смерти короля король не умирает. Кроме того, он составляет коллективное тело своими подданными. Но Скидана речь уже не о короле. Насколько я понимаю, для него теория Конторовича такая более широкая. И эти два тела встраняются уже и на поэтов, и людей культуры тоже. Возможно, в этом он следует, опять-таки, за Бродским. И сам описывает эпизод из биографии Бродского, отвечая на вопрос журнала «Воздух» для выпуска, посвященного теме «Десять лет без Бродского». Цитата. В одном интервью Бродский рассказывал историю, которая заполнил мне в память. Он ехал на электричке, напротив него сидел мужик из простых деревенских. Дело было еще в России. И вот, говорит Бродский, пока я ехал, я только понял, что у нас, в ней культура, есть как бы второй язык, вторая жизнь. Ну, то самое второе тело, возможно. А у этого педняка одна жизнь, одно косноязычие. Ему никогда не выразит своего горя. Оно, в ряду известности, пойдет на удобрение рода. И мы еще в речи, по сравнению с ним, у нас есть имена. Что-то против этого, очень толстовская мысль, которая меня тогда сильно толкнула. Только сейчас я понимаю всю ее неотмененность. Конец цитата. Да, и вот эти девочки, которые тянутся из травматов, одно из тел Конторовича. Но если как-то более узко воспринимать эту часть, возможно, речь о химоповестке, химопоэзии, которая подрывает священные тела, священных коров русской поэзии и так далее. Да, еще два стихотворения я прочту и коротко прокомментирую. С красоты начинается флюкопоз и марш чернорубашечника по любых к радио, к его клеммам, перемыхающим в футуристическое детское плейнгие в репродукторах на Капитолейском холме, в заводских проходных, в фарникетах, на стадионах, вращающимся, подобно атлетам, с чашами, переполненными, полыкающими многотиражками, в вакенях, одиночных пикетах. Представь же Паунда, на мосту мировок, в клетке самодержавной, засмотревшемся сквозже стыковые наипрутья, мутные воды равенства, двух течений и нечистот. Они объявляли тебя до души, которой у тебя нет. Ну, для меня здесь важно, во-первых, разговоры по эстетизации политики, соплазнительности зла, по раму Хьюго-Боск, которые действительно занимались фаширом военной одежды для Гермахта, и упоминание Паунда, создававшего радиопередачи для фашистского радио, он был большим поклонником Муссолини. И здесь вот эта клетка, в которую поместили Паунду после его ареста в 1945 году, когда он несколько недель не заделся под солнцем, на жаре, и это спровоцировало его психические болезни, она перемещена на мост Миропола, спетая Палинером, и важная для нас еще и потому, что это мозг, с которым он бросился Пауэль в целом в 1970-м году, «Покончим с собой». И мне кажется, это смещение, опять-таки, очень важное. Да, и в конце появляется еще цитата на книгу «Ионы», тоже связанная с вот этим погружением, своеобразным нисхождением в ад и возвращением. А еще один текст, тоже связанный с Целаном и мостом, Т.Э.П.А.В. На мосту Миропола мы не читали Целана, мы даже не открыли длино, припасенное по этому случаю. Мы почувствовали себя в Хаймингх, точно под прицелом, и спустились на набережное выкрытие, где можно сидеть, опустив лицо, лоб и стечения, расторочь его, в пястье, в домном глазнице. Там, под мостом, где, битое стекло и цель ее любви, именем каменных страниц декларации, прав гражданина и самкилота, именем его холодный храм, мы открыли горло вину, но вода, вода его не приняла. Спасибо. Спасибо, Анатолий Кур, и Господин Слава, и Георгиевна. Добрый вечер. Я только раньше, опять вдруг поняла, что совершила ошибку в обросе своей сочиции, написала, я писала, что буду участвовать в первом части в поэтическом вечере в Александровских гадах, а написала, буду участвовать в поэтическом вечере. Я шла на поэтическом вечере и, видимо, возможно, как будто из двух и все на ней находимся. У меня нет никакого предупредка уведомления, кроме того, что я очень люблю тексты и запередную и все остальные тексты. Я их запередаю. Кажется, иногда и мысли я не чувствую, и я не знала, в какой последовательности его буду читать, потому что, кроме стучи, если я, кажется, последний, я прочитаю, пусть он, что останется. Но, раз у меня есть такая возможность, я бы хотела прочесть первый и последний текст, начать с последнего, а доходящего первого. «Лёд быстрых исчезнов» первым. Время я пересмотрел астальгию, клин клинам, или, может быть, лучше сказать, сыворотка, потому что очень быстро меня нахлобучило, я был, как Арчаков, Янховский, который на первых кадрах выходит без машины и говорит в туман о сочерцении этих ваших рассудок уже более клетей, пока переводчица, что это вроде того. А еще авторитомы смерти не родился, и по BBC сказали, что умер русский режиссер и осуществился на двор, и угро угры, у меня был угры. В истории книги я написал, что сегодня умер. Это было 1986 год, умерло угры. Хотя это может быть, хотя это самое может быть потужим и ряшным фильм, не надо было на него смотреть, но все же там есть сцена с насожжением, которая не отпускает. Она была бы ужаснее, если бы не мим на заднем плане, беззвучно повторяющие все движения угры, ставят ожигалку, подносит огонь, начинают кататься по каменной плитой, объекты огнем, объекты на лошади, парковели, парковели, еще только объекты на кероси. То есть правильно было бы сказать, что не мим это батарея, которая опережает события и опережает сражение, доминика, повтор, опережает, BBC, опережает, уголь, предпосхищение, раньше истоков, раньше события, раньше опережения. Это ностальгия. Не надо было тебя смотреть, надо было как выхватить глаза и увидеть, как горит дом, как горит тело огня, его рация, его республика. Не повторять этот опыт, не превосхищать. Вдруг. Вчера ночью я написала, надо было выголоть глаза. Это наш тайный год, теперь кремирование вместе с местом, в котором он был введен. Ничего тайного или явного, пусть кто-то произнес, тогда и выголоть это глаза. Все это слышали, даже не поняли, что это год. Я и сам не понял, под веществами происходят такие вещи, что-то вывариваются из тебя. Вещи, вещества, разосчетления, месячные. Возможно, я хотела сказать на крыльях срезанных, и внезапно у меня достигает смысл беспамятства, срезанного прозрачного касания, когда разосчет веки я превращаю кожу, опу, областную пыль. Это лучше, чем свободные ассоциации, лучше, чем автоматическое письмо, смс или зарок, быстрее, чем набрать, скорее, чем вспомнить, не знаю, что еще сказать про глаза. Признание ряда любви, или превосхищение к эмоции, терять зрение, чтобы только пальцы и алмазные были, скатерти белые, как полотнище снега, под вертикальным снег, чья ось стелится по травме и не совпадает с собой, ни с ласточкой, ни с кастрацией. Постал хватит тайный код, у этой тайны нет больше тайны, нет кода, код уходит под лед, быстрых вещей, развеществ пленок подставить фракциям пламени, где двое лицо получалось стекле пешком, надо было выкрыть глаза, когда февраля 14-го года. Убегает мертвый господин, он так один, он так один, никто не понимает, собака лает, он хотел время удалить, давай приходится убегать, не сложить, он так один и последствий кричит лед, лед и рюкзачь лед спасибо. АПЛОДИСМЕНТОР 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 Поэтому мне особенно важно, что это длящийся какой-то разговор на птичке. Здравствуйте. Прочитаю стихи, потом скажу пару слов. Я двил, постелил с народом своему, Все сделал по уму. Поэзии и качественные сны Вернутся к нам не сны. И там, где тот народ недавно был, Теперь провал в семье наших и ваших. И на обмылках имена В кое лист заносят племена. И этого, скажут так, Бессмертие довольна, И курица довольна. Нет, я не кончил, я другой, И мой рыбор со мной, И твой верлет, и тополя, И рифмочек ляля, Когда в Марселе без ноги Поднимешься на море, И твой корабль, и твой корабль, И больше не гугу. Интересно, как читаются эти стихи. Эти конкретные стихи, другие стихи из этой книги после 24 февраля. Книга «Контиминация» по отношению к предыдущим книгам Александра, в первую очередь, «Идея медицины деревьев и красного священия». Эта книга, она, она полна ежедчества и, я бы сказал здесь право, о прощении. Происпекающего можно, в общем-то, надумать из того, что литература, культура и изящная словесность, она находится в некотором неположном пространстве по отношению к трагедийной сущности человеческой жизни. И из-за того возникает некоторая вот эта дёрнческая, трагическая нотка, но одновременно и обнадёживающая. Когда читатель прочитывает вот эти стихи, да, я не упустил из народа своего момента, это сначала идёт аллюзия на Николая Некрасова, потом на Арсения Тарковского, потом на Атмарду. И автор как бы проглотил это всё и показывает читателю язык. И читатель проглатывает как бы самопроглатывание. Самопроглатывание, которое... Которая раса воспитала осуществлено в один сетап, как бы апроприацию. И в этом проглатывании есть фиксация, которая проявляет бессилие, бессилие поэзии, бессилие литературы. А после 24 сентября это бессилие как бы удваивается. Потому что это уже какое-то другое бессилие. И это бессилие, оно зафиксировано в спектрове с эльфреном поздно. Когда как бы ничего, не за что зацепиться. Кроме как за какие-то кровные, эманентные такие вещи вроде. Сохранение святости, покороны и скорби. И вот в теперешнее время, когда прошёл как бы первый шок, и такое прекрасное лето за окном, такой быстрый зелень, и всё как будто бы входит обратно в какую-то нормальную курью. Эти стихи, они как бы говорят, они говорят тебе, «Эй, они зовут тебя сохранить верность». Сохранить верность чему-то, сохранить верность бессилие. или же сохранить верность тем чувствам, которые были в первые недели и дни. После того, как это начало происходить, и до сих пор происходит. И к чему зовёт такое? Это эй, это укол совести, который идёт от этих текстов. Возможно, чтобы к созданию чему-то вроде шаваша из веток какого-то скациативного меланхода, шаваша из веток, который демонстрирует какую-то автономию человека для реализационного катастрофы. Горкость, в которой выложено принимание собственного бессилия, но тем не менее в этом есть какая-то какая-то самостоятельность и самостояние человечества. А с другой стороны, поскольку стихи Александра Стеляна переполнили разными соцветами, цитатами и именами, после 24 февраля мы можем задать вопрос по тому, как Кабушенко задает вопрос, говорит «Наполнен ли кто такой Фрейд?» Вот мы можем спросить «Наполнен ли кто такой Фрейд?» «Наполнен ли кто такой Атропа?» «Наполнен ли кто такой Атропа?» и поэтому можно задать вопрос что именуют и эти имена? и возможно что эти имена больше не экциклобедический смысл или ападемический смысл эти имена не вему ant日 то что-то глубокофильмологическое ll что-то глубоко... что это значит мощ 임лятв yap Чем это привод передать тебе? Эти тексты, великая история катастрофы, эмансипатурка, как бы, история левого движения, краха коммунистического проекта. И это тоже говорит Тегетей, и тоже к чему-то зовет. И в этом смысле вот это бессилие болезни, удвоенное бессилие, оно работает как раз как этический зов. Этический зов — вспомнить что-то, и сопротивляться вот этому животному приспособлению. Потому что человек — это животное, которое существует до нынешнего времена, потому что это предпосадовалось. В этом приспособлении есть что-то унизительное, глубоко противоположное вообще тому, о чём говорит сами искусство, поэзия. и в этом смысле это бессилие оказывается какой-то слабой силой. Да, вот если просто те разу дальше. Просто словами того же вот Эбигемии там. Поэтому стихи, которые бессильны, тем не менее, заводят нас что-то вспомнить, и заводят нас предуслушиваться какому-то облику. «Какой искусство смысл имеет, когда оно не имеет? И ху, когда он не стоит? Перепиздание мыслей, и следователь говорит, и следовательно не существующий. Но знаешь, если бы ни вокзал, ни эти не сгораемые клетки, в твой смертный час я бы тебя познал». Нажми на то, что уже птичка вылетит. Это будет как сердечко пронзыва. «Или как стрелы кину приблизят, чтобы видела оно». И не начинав слова, скольчиками утверждая связь, подпишись на комменты в тропе, истончаясь и виязь. Это как стрела, что едет дальше, но в полете замерла. В этой жизни умирать не дольше, чем сквозь сутское стекло. Сейчас еще про последнюю статус, как любимых, все цели почитаю. «Подобно острову плывешь с мечей, как будто в шахматы играешь, довольствуясь с мечей, любимую любимой называешь. И если доску вдруг смокнешь, у друга в доску ты слезу смокнешь». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 это пространство фейсбуцин в поисковом излучении с двинадцатого до двадцатых годов, отобранные по логике какого-то примыкания, смежности к литературным всяким изысканиям, текстологическим, идопологическим. Там есть и мои переводы, черновики, ну, в общем, это такая разношерстная вещь. Она продается, можете ее здесь купить по пустотной издательской цене. И еще Игорь Владовский, который не только замечательный совершенно поэт и переводчик, но и издатель. Великие издатели, можно это без всякого применьшения сказать, за те годы, что я издавала совершенно невероятные книжки. В том числе издал мой перевод Гертруда Стайна, вот эта повесть, и он любезно принес 10 акцентляров. Я просто могу подарить вам, у кого нет, кто еще не успел купить. Это совершенно фантастическая по юмору, сексуальному подтексту повесть для детей, но в духе Гертруда Стайна все завязаны на антистические игры. Это как прозвольная у нас вложь залифована. Вот с рисунками великолепными, такими минималистскими, неразрывной линией, сделанной одной Ильей Андрецовым. Так что после вечера, если кому-то нужна такая юность, ее лучше всего читать вслух с тени, то есть, чтобы получить действительно какое-то резонансное настоящее удовольствие, она очень смешная, очень астрологическая. Очень трогательная. Так, сейчас тогда я прочту еще раз на сцене, вы пока подумайте, что у нас со временем? Нормально со временем? Ну, хорошо. То есть, допустим, я еще 10 минут почитаю. Ну, только я смог больше почитать. Да? А вопросы, общение с публикой не нужно? Ну, надо 2 недостаточно. Достаточно, правда? Мы там никого не задерживаем? Нет, это странно. Да, надо. Почитаю подряд, вот, просу тебя, после бани, после оперы, К вам приходит опера, и сама собой стирается с мандаринов кожура, Бестолковая, последняя мандаринов кожура, Ой, ты часть моя обетельная, портупелька бура, Ой, ты доля обетельная, портупелька бура, Здравствуй, здравствуй, не суровая, в пристеночек игра, После бани, после оперы, все равно, куда ни шло, Хошь на левой груди и профиль Осипа, хошь на правой маленькой анфас. Анна, Анна, я теперь не Ванна, не Мария Ванна и не сорок первой, Но если сорок первой, то ложись в меня, отдохни. Ты заперта на ключ, это как скрип у ключ, И я во дворе, в каком-нибудь мартабре, Что ты помнишь еще, когда плечо горячо, И еще, и еще, и еще, с переносом отчет. Все перечислить, что любила ты, и звать тебя на ты, Все перечислить, что не так, и звать тебя никак, Все перечислить и уйти на ты, Не в призвижащие кусты, А в куще Елисейские, Где все такие свойские, Голые, прекрасные, добрые внутри, На лицо ужасные, добрые внутри, Добрые внутри, добрые внутри. Какое-нибудь утешение, Вроде пяти углов, Над разверстой траншеей, Где у розовых ветров, Срезан под корень стебель, Но не кровоторчит, Просто торчит, как кабель, Многоочит, Какое-нибудь свечение, Лица без значения, Но не столоверчение, Но не столоверчение, Это мы проходили В околоплодном тире, Вот и асфальт взалили, Тире, тире. О какой из дней мы больше не читали, Когда самих себя перечитали, Слово за словом, Плыли в широком окне, В водяном океане печаль. Я был тебе, как дау, А ты мне, как ландал, И вот теперь, дау, Пришел освободить, Обеих нас, солдат, едить, И нехуй все пройдут И гордить, Жевать, Когда искусство Всех освобождает. Умывалась кровью на дворе, Видела твой лик на топоре, На колу мочала, В воздушек в туго-мешке, Начиная с начала В рубрике на четком языке. Знаешь, я читала Какой-нибудь стежок На пассажок или снежок, Снежок, когда на ногах не стоит, Человек в стежок, Еще в стежок. Ровно стоят дома, Стой ровно и ты, Посмотри на закат, И на постой, постой, Не прислоняться, Не спать, Не трогать и не любить. Эти дома, Не дома, Это не ров, Не пли, И не тысяча пли. И между нами Четыре шага И роза ветровая В руке На великие, На великие. Свет сна во сне Тысяча сольных солнц, Струбцины дневного накаливания, Их лжесвидетельства, Их рубцы, На слабых, Лобных дарях, Хорошо кремберированная Пурсация, Солноватые спайки, Неево сети, Волокна, Синамсов, В нижней лимбе, Где тот же сон, Вложенный в чехол слепоты, Тот же свет, Целинометаллический, Приближающийся Со скоростью тьмы. Первый снег, Выпадающий За край страницы, Словно рука С клавиатуры Скользнула, И тебя коснулась Тень тьмы, Оставляющая Все как есть, Как спицы В колесе возвращения, Знания О быстро летящем Снеге, И зияние Знака На странице, Края которой Не даны Зрению, Но где Мое дыхание В тебе Стало, Подобно Букве, Впечатанной Буквы. Последнее, Оно немножко отличается От основного корпуса Той книжки, Контаминация, Состоит из стихов Восемнадцатого По двадцатый год, Всключает двадцатый, Но здесь есть Два исключения, Тепственно описанные, Оно написано, Я сейчас прочитал Про Богу, Впечатанную Букву, Это пятнадцатый год На самом деле, На смерть матери Написано Стиховение И одно Стиховение Семнадцатого Года Я гулял, Я месяц Прожил Веснаферской Резиденции Бургинской Гулял в том числе Полометр Канады Я жил Какие-то Восемнания И Такое исключение Оно начинается Как пастишь Такое Обыгрывающие Знаменитость Испания Селуды Некрасова Свобода есть Свобода есть Свобода есть Свобода есть Свобода есть Свобода Свобода Такое Псево-настологическое Вот Но здесь Не только Конечно же Отсылка К Селуду Некрасова Селуду Некрасова Селуду Некрасова Селуду Некрасова Селуду Некрасова Селуду Некрасова Но Обе эти отсылки Они снимаются На самом деле Ну Понятно Они взаимоуничтожают Уничтожают Сам Взаимно уничтожают Да То есть Речь под рукой Ну в общем Скоро Просто Небольшой такой Комментарий Наверное Нужно Первый раз Вы услышали Особенно Роза 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 Есть Роза Есть Роза Есть Роза Есть Роза Роза Роксинбург Час Прочитываемости В Ландверканале Там Где Шея Лебедя Вмерзло В лед Истории Из стенок Монаров Уперся Раскроенным Лубом На Помаженный Монармен Там Где Люфт Варфа Огни Роза 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 Роксинбург Толпа Растерзала И Сбросила В Антроканал Растерзан Тру Подавленная социал-демографами коммунистической революцией Которые Поражение Германии Германии Прекор Вот Ну Да Ладно Это будет последнее Другое сцене Потому что Есть тоже Творчатка В этой Розы То Что Достало Эксперт Но Уже Не про Европу И Люфтвафф А про нас Блокаду И еще раз Сняли И кинокамеры Салюты Сняли И девушки Сорочки Сняли И дачу Комарова Сняли И урожай И мерку Сняли И копию Идеологически Противоречия Между путеванием И ничто Чтобы Было что А Ничего Небало Нет АПЛОДРА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот Так что да Ещё раз напоминаю что есть 10 экзенгардов ПОХОСТИ ГРИТУДЫ СТАЛИН А tv都la коллы А я готов просто 50 экзенгардов подарить нуждающихся А жена уже Это сборник моих записей Изысканий из фейсбука Продает Конечно Подходите там за столь когда наезд Я подпишу. Спасибо.